Привет, друзья! Просыпаюсь сегодня утром, хочу написать сообщение в Твиттер и понимаю, что Твиттер не то чтобы не работает, знаете, делает все очень медленно. Здравствуй! Начинаю разбираться и понимаю, что вместе с Твиттером не работает сайт правительства Российской Федерации, МВД, Государственной Думы. Захожу на официальный портал Роскомнадзора, а там написано «С целью защиты российских граждан». С сегодняшнего дня нами приняты меры централизованного управления в виде замедления скорости интернет-сервиса. Внимание! Говорит и показывает Москва! Стал разбираться и понял, что что-то такое Твиттер делает, да, вот если так. Что это очень понравилось Роскомнадзору. Роскомнадзор, видимо, Твиттер предупреждал, предупреждал и перешел к активным боевым действиям. Сразу вспомнилось несколько параллелей. Помните, когда в самый разгар локдауна, московского, которого на самом деле не было, Собянин долго говорил, что не будет закрывать Москву. Говорил-говорил и, хоп, и закрыл Москву и вел пропускную систему. Сразу после этого автоматически лег сайт Мосрум. Никто не мог зайти и эти самые пропуска заказать. Тогда Сергей Семенович сказал, что ровно в день объявления введения пропускной системы некие злоумышленники стали дедосить сайт московской администрации. Ну, а историю о том, как Роскомнадзор блокировал работу Телеграм, вы все помните. Как переставали работать кассы в пятерочках и перекрестках. О том, как какие-то, вы знаете, как Роскомнадзор целится во что-то одно, попадает в совершенно другое. В итоге Роскомнадзор и дуров выпили мировую, и Телеграм работает, и у вас, и у меня там есть аккаунты. И вот сейчас Роскомнадзор, тот самый Роскомнадзор, победитель черных сил, взялся блокировать Твиттер. Да, перед тем, как разбираться дальше, я подумал, ничего себе, целый Роскомнадзор, грозная сила нашей страны, обрушился на какую-то жалкую социальную сеть. Наверное, у них сейчас там котировки акций упали, ведь на Западе все меряется котировками акций. Перехожу на Насдак, и что я вижу? Сегодня, на момент съемки этого ролика, акции Твиттера не упали, они выросли на 1,8%. Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все. Роскомнадзор, вы умеете поднимать котировки? Ну да ладно, давайте серьезно. Ну, что такого может происходить в Твиттере, что вот как-то, да, что там вот, вот эта вот формулировка защиты российских граждан, принуждение интернет-сервиса. Чего там надо такого, что там такого происходит на этом интернет-сервисе, что граждан надо защищать? Как это выглядит? За что боремся-то? Знаете, я понял, что я знаю об этой истории гораздо больше, чем вот, наверное, вы или кто-то еще. Потому что у меня есть родительский чат, дети учатся в школе, и в этот родительский чат 2 марта прилетело следующее сообщение. Уважаемые родители, обращаем ваше внимание на опасный тренд, который получил широкое распространение в социальных сетях ТикТок и Твиттер. В последние дни в различных аккаунтах появились видеоролики, в которых детей призывают принять участие в акциях массово. 2-го мне это написали, акции массово должны произойти 3-го марта. И дальше пишут, просим вас поговорить с вашими детьми на эту тему, еще раз сказать им, что вы их любите, и они вам дороги. Только заботой, вниманием, в общем, только заботой, вниманием мы можем спасти наших детей. Смотрите как. 2-го марта мне это скинули, 3-го марта должна была произойти акция в сетях ТикТок и Твиттер. 5-го числа, по-моему, 5-го высказался Путин, 10-го Роскомнадзор начал все блокировать, замедлять, ну и как-то по случаю, совершенно случайно. Ведь мы же, да, понимаем, что это не Роскомнадзор заблокировал работу правительства, тем более, что тут же высказался Песков, что у него все работает. Просто случайно у Ростелекома уже возникли какие-то проблемы, и сайты столь важных и нужных организаций, как Госдума и МВД легли. Ну, вот, знаете, как ни кручу, такая комичная история, значит, тут блокируют, там вылазят, здесь блокируют, там вылазят. И как-то вот Роскомнадзор все пытается сделать, и ничего у него не выходит. И можно было бы похохотать и подумать, какая веселая история. Если бы не тот факт, что это же связано с нашими своими детьми, правильно? Если бы не понимание того, что, а как вот, знаете, там дети, массовые акции, суицид, давайте уже назовем это слово. Ведь это же уже было совершенно недавно, на всех каналах нам с вами рассказывали про неких синих китов. А помните эту историю? И что, закрыли синих китов? Казалось бы, закрыли все, дети, вы свободные, живите чем хотите, идите в светлую Россию в будущем. Нет, знаете, в январе нам рассказывают, что есть некий Алексей Навальный, который что-то там сделал такое, что дети массово побежали кидать в ОМОН снежками, прыгать на машины АМР. Надо срочно разобраться с теми, с детьми, которые зашли слишком далеко, а Навального посадить? Все, Навального посадили. И тут уже совсем не смешно. Знаете почему? Потому что настолько мы с вами всей вот этой историей как зачарованы, загипнотизированы. Что с вами происходит? Что со мной происходит? Почему мы вдруг решили, что нашими с вами детьми, вот если будет заниматься Навальный, Путин, Роскомнадзор, что с ним все будет хорошо? Ведь сама жизнь говорит, нет, ничего не выйдет. Уйдут синие киты, придет Леша. Уйдет Леша, придет там, я не знаю, кто придет завтра. Блокировали, блокировали, да не выблокировали. Вот так вот, наверное, как-то это звучит. Знаете что, пока я разбирался с этим вопросом, я сегодня получил массу знаний. Я примерно понимаю, ну как можно это понимать, как Роскомнадзор что-то там блокирует, какие IP-пакеты куда отправляются, где и как ставятся заслоны, почему все не работает. И тем не менее, я не понял двух вещей. Почему мы с вами доверяем жизнь своих детей государству? Ну смотрите, большую часть времени вы проводите на работе. Ну как и ваши родители, как мои родители и родители ваших родителей. Работа закончится, и что вы получите? Прекрасную старость и достойную пенсию. Правда ведь? Ведь ваша мама сейчас получает столько денег, что может путешествовать по миру. Нет, ни вы не получите, ни я не получу. И всевозможные манипуляции с пенсионной системой тому доказательства. Единственный на мой вкус, что в состоянии сделать вас в будущем счастливыми, это ваши дети и дети ваших детей. Те, которые будут заботиться о вас, потому что вы сейчас заботитесь о них. Ни Путин, ни Твиттер, ни Телеграм, ни Билл Гейтс, а вы. Тот человек, который им столь необходим. И тот человек, который занят чем угодно, вместо воспитания детей. Ребята, пока не пришли синие киты, пока Роскомнадзор блокирует социальные сети, и они правда плохо работают, самое время, посмотрев это видео, пойти к детям. И делать так каждый день до тех пор, пока вы не поймете, что они заняты тем, о чем вы знаете. Я Семен Данилов, это канал На самом деле. Выключайте это видео и идите к детям. Увидимся.